Сколько стоит школьное образование? Казахстанские родители массово ищут репетиторов. Очереди к хорошим преподавателям расписаны порой на месяцы. Почему без дополнительных занятий почти не обойтись и каких специалистов не хватает? Расскажет Людмила Батюшкина. Анекдот, что мама, мы сегодня этим летом поедем в отпуск. Нет, сынок, в этом году на море поедут твои репетиторы. У Анастасии Машниной обучением ее сына в седьмом классе занималась вся семья. Ни дистанционное преподавание в школе, ни уроки по телевизору не помогали мальчику усваивать учебный материал. Но нужда в дополнительных уроках появилась еще раньше, считает женщина, после перехода на обновленную программу. Если бы я нанимала по всем предметам репетиторов, я бы просто улетела в трубу. И мне повезло, что у меня два высших образования, что у меня мама политех закончила, и что она может точной науке внуку преподать. Но проблема в том, что, например, моя мама и мой папа, они не педагоги. По словам педагогов, в последние два года резко вырос спрос на репетиторов точных наук – физики, химии, математики, а также биологии. Востребованы репетиторы, преподающие языки, но, как ни странно, учителей казахского катастрофически мало. К хорошим специалистам очереди расписаны. Час занятий у репетитора сегодня стоит от 1 до 12 тысяч тенге. Месячный курс по одному предмету в среднем 30 тысяч. Онлайн-курсы чуть дешевле. Самые дорогие и редкие преподаватели по физике, биохимии и казахскому. То есть, если нанимать по нескольку преподавателей в месяц, родителям придется выкладывать около 100 тысяч тенге за одного ребенка. Юлия Ротман преподает на курсах уже 11 лет, и каждый месяц, по ее словам, сюда приходят около 500 школьников. В последний год, вот этот учебный год, 2020-2021, очень сильно вырос спрос именно на услуги для 7-8 классов. То есть, математика, та же химия и физика, так как в 7-м классе они только начинают это проходить. И очень многие родители говорили, что именно из-за дистанционного образования. Родителям, у которых нет возможности оплачивать репетиторов, остается уповать на способности своих детей. Однако, перед сдачей ЕНТ без дополнительных занятий практически не обойтись. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале «Информбюро 31». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик.